всем привет лодочный мотор yamaha 25 который приехал к нам транспортной компанией на восстановление модель этого лодочного мотора yamaha 25d оригинальный цвет мотора синий выглядит он в современном цвете потому что мотор уже перекрашены это видно как по потертостям так и по наклейкам на колпаке наклейки сразу видно что самодельная цифры тоже не оригинальные ну и разные мелочи выдают например шильдик закрашенный то есть кто понимает тот сразу увидит что мотор крашеный но это совершенно ни о чем не говорит потому что мотор в очень хорошем состоянии замерили компрессию 8 килограмм на обоих цилиндрах мотор приехал к нам с редуктором но для того чтобы замерить компрессию редуктор мы сняли так как редуктор заклинивший точная дата выпуска этого мотора неизвестно примерно 80-е года зажигание бесконтактное имеется коммутатор предыстория данного мотора такова нынешний владелец получил в дар этот мотор от предыдущего владельца который пытался его самостоятельно восстановить но у него это сделать не получилось поэтому этот мотор он подарил своему товарищу а себе купил новый мотор от нас требуется восстановить мотор и укоротить ногу вот редуктор этого лодочного мотора он не проворачивается и он приехал к нам без винтов уровня и слива масла скорее всего внутри все ржавое также обратили внимание на трещины корпуса сальников значит корпус сальников придется заменить повезло что резьба корпуса редуктора осталась целая без повреждений и кроме этого полностью отсутствует водяная помпа водяную помпу тоже придется поставить новую поэтому сейчас мы разберем редуктор посмотрим что там выжило а скорее всего ничего не выжило придется менять все подшипники а Продолжение следует... Разобрали редуктор. Ничего живого здесь не осталось. Решили отшлифовать валы, посмотреть, сохранились ли рабочие поверхности подшипников. Но они не сохранились, здесь раковины. Поэтому придется либо восстанавливать этот редуктор, менять валы, либо искать другой редуктор. Будем сейчас думать, решать, что с ним делать. От восстановления своего редуктора владелец отказался. Даже несмотря на то, что мы нашли ему идеальные бэушные валы. В принципе, это правильное решение, если стоимость восстановления почти дошла до стоимости нового редуктора. Владелец согласился на приобретение нового редуктора в сборе. Однако есть сложности. Это редуктор старого образца. У него водяная помпа круглая. Редуктор нового образца имеет квадратную водяную помпу. И новый редуктор нельзя просто так взять и поставить на старый Дейдвуд. Расположение резьбовых отверстий соответствует. Диаметр вала и количество шлицов тоже соответствуют. Однако, имеется разница в высоте этой проставки. На редуктор старого образца можно без проблем найти любые запчасти. Но все упирается в стоимость его восстановления. Так как из живых деталей здесь остался только корпус. Сняли двигатель. И снимаем сейчас Дейдвуд. Решили проверить состояние нижнего сальника коленчатого вала. Заодно мы его заменим. Так как он изношен. Давно его никто не менял. Сделали несколько заломышей при разборке. Придется восстанавливать резьбы. И сейчас будем укорачивать. Пилить. Дейдвуд. Пилить ногу. Часто спрашивают, а зачем вообще укорачивать моторы. Ну вот. Есть разная длина ноги. L или S. Под разные трансы лодки. Кому-то проще просто поднять, нарастить транец. А кому-то лучше укоротить Дейдвуд. Дейдвуд. Первая деталь готова. Это резьбовая часть, на которую закрепляется редуктор к Дейдвуду. После того, как отрезали, мы поверхность обработали. Теперь она стала идеально ровная. Если мы попытаемся эту деталь установить на редуктор нового образца. То она сюда не встанет. Остается большой зазор. Не встает она сюда по разным причинам. Из-за того, что где-то упирается в пластину основания помпы. Но в основном не дает сесть болты помпы и сама высота помпы нового образца. Мы будем здесь наваривать для того, чтобы отрезеровать потом изнутри, под помпу. Чтобы редуктор нового образца поженить со старой ногой. И так сварили вместе две половинки. И нарастили алюминий для фрезеровки. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, деталь обработана. Обработали поверхность, прилегающая к редуктору. Во время сварки ее немного ведет. И мы ее обрабатываем. Обработали также изнутри. То есть отрезеровали стенку. В том месте, где садится водяная помпа. Померили редуктор. Все закрепляется отлично. Редуктор мы еще новый не получили. Взяли другой редуктор и закрепили его. Пришлось немного обработать также эту перегородку. Потому что на новой модели она имеет вот такой вид. Углубленная. А на старой она вровень с плоскостью. В общем, это выглядит теперь вот так. Также сделали слив водяной. Теперь мы ее будем красить. Всегда во время укорачивания мы красим ту часть, которая была сварена. Не полностью весь мотор, а только ногу. Можно даже показать, как устанавливается новый редуктор на старый Дейдвуд. До этого я показывал, что резьбовая часть не садится. А вот теперь... Уплотнительную резинку я убрал, чтобы она не мешала. Теперь нога и редуктор стыкуются идеально, как положено. Вал располагается ровно. Все отлично. Итак, нам привезли абсолютно новенький, оригинальный, ямаковский редуктор, который будет установлен на мотор вместо этого старого редуктора. Присутствует даже заводская смазка на сальниках. Отсутствует водяная помпа, но все необходимое мы уже приобрели. Это ремкомплект водяной помпы. Резьба тяги переключения передач на новом моторе М6, а на старом моторе М7. Нужно переделать резьбу под шестерку, под новые стандарты. И обратили внимание, что резьба одной из трубцин кривая, так как не закручивается до конца. Все, остановилось. Придется переделывать. Попытаемся выровнять. Если нет, то сделаем новую. Вот такая получилась нога. Завод Ямаха. И будем собирать. Редуктор мы разобрали для того, чтобы укоротить вертикальный вал. Нарезать шлицы под наши стандарты укорачивания ног. Но не нравится, что поворотный механизм очень туго вращается. Придется его разобрать и почистить втулки. И так далее. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Разобрали поворотный механизм Здесь все такое грязное Старая смазка Одна втулка осталась целая Вторая рассыпалась Здесь нужно все чистить Но кроме этого нужно еще дальше разбирать Потому что разбиты еще и втулки Горизонтальные Вот он шевелится Что делать? Будем разбирать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, наконец-то разобрали механизм При помощи съемника Который называется Молоткометр Мне не нравится вот эта труба Она ржавая Выработанная И здесь Не хватает резьбы Вот уже нитки здесь При откручивании резьбу потянуло немножко Отмыли детали Очистили от коррозии Очистили от коррозии От ржавчины От старой смазки От песка И что интересно В данном механизме Отсутствуют втулки На старом моторе Они еще не были предусмотрены Посмотрели по схеме запчастей Их там нет Поэтому люфт был Не из-за изношенных втулок А из-за изношенной трубы Установим новую трубу Смажем И все это будет работать Еще очень долго Я еще удивился Почему при нагреве Не горели втулки Поворотная часть готова Получилось очень хорошо Все работает На новом моторе здесь втулки Можно было бы в принципе Переделать эту систему Тоже под втулки Но мы решили этого не делать Чтобы не удорожать проект Оно будет и так отлично работать Тем более новая труба Никакого люфта уже нет Карбюратор разобран Карбюратор очень грязный Видно что есть грязь Как раз в том месте Где подается топливо А вот какую грязь Нашли в топливном насосе Заменим мембрану топливного насоса На новую Полностью почистили топливную систему Заменили мембрану Теперь устанавливаем Кнопку аварийной остановки двигателя Вместо стандартной старого образца Устанавливаем термостат И запускаем Используем мембрану Кнопку аварийной остановки Используем мембрану Б MI Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как же повезло, что это случилось именно у нас, а не на воде у владельца. Ну, в общем, пружину мы сделали, шнур стартера заменили. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом всё... Всем пока!